В 2012 году почти четыре сотни футбольных фанатов не смогли отличить на карте Бухарест от Будапешта и, как следствие, в попытке попасть на финальный матч Лиги Европы прилетели не в тот город. Что ж, ну а я прибыла в столицу Румынии не случайно, а значит сегодня мы будем знакомиться с Бухарестом. Давайте откровенно. Футболисты, судя по всему, с географией не очень дружили, но ведь они не одни такие. У подобных ошибок есть вполне понятные объяснения. Тот же Париж с Римом так часто не путают, а вот со столицей Румынии подобные случаи бывают. Проблема в том, что Бухарест слишком мало распиарен на фоне своего венгерского собрата, из-за чего туристы сюда наведаются не так часто. А ведь это совершенно напрасно, город крайне плотно нашпигован достопримечательностями и может достаточно много чего предложить интересного даже самым требовательным туристам. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сегодня мы прогуляемся с вами по маленькому Парижу. Я покажу вам самые интересные туристические места. Мы забежим в несколько вкусных заведений, а также поплаваем в тропическом раю. А еще я как обычно поделюсь с вами несколькими лайфхаками и даже расскажу о том, как я лишилась здесь своей любимой птички. Причем я в Бухаресте уже успела побывать не один раз, а потому во время всего путешествия мы будем постоянно прыгать туда-сюда во времени, благодаря чему вы сможете за одно видео познакомиться с городом в разные сезоны и выбрать, какой из них лучше всего подойдет именно для вашего путешествия. Если собрать все стереотипы о Румынии вместе, то получится что-то вроде унылого цыганского Дракула, разъезжающего на дорогой машине по узким улочкам Бухареста. Ну что ж, давайте попробуем разобраться, сколько же в этих стереотипах правды. Относительно уныния точно мимо. Бухарест это город положительных эмоций, его нередко называют городом радости, и это название не случайно. В переводе с румынского Букурия означает радость. А еще это город истории и парков. История тут на каждом шагу, от средневековых развалин, старых церквушек и парижских домов до коммунистической застройки, парламентского дворца и современных небоскребов. Причем для того, чтобы поглазеть на этот архитектурный коктейль, вовсе не обязательно ездить по всему городу. Все архитектурное разнообразие без проблем найдется даже на одной улице. При этом Бухарест еще и достаточно крупный город. Он занимает второе место по численности населения среди всех городов в Восточной Европе. Уступает столице Румыния лишь в Киеву и проживает здесь с учетом пригородов около 2,5 миллионов человек. Для сравнения, в Любляне, столице расположено неподалеку Словении, вместе с пригородами проживает около 500 тысяч человек. И да, цыгане действительно проживают в Бухаресте и даже занимают второе место среди национальностей после румын. Но правда их здесь всего полтора процента, потому стереотип о том, что цыган в Бухаресте чересчур много, сильно преувеличен. Что же касается дорогих машин, то их действительно много. Несмотря на то, что в Бухаресте проживает всего 10 процентов населения страны, в городе при этом сосредоточено четверть всех промышленных предприятий и около половины всех налоговых поступлений Румынии, что приятно сказывается как на облике столицы, так и на достатке горожан. Цены тут конечно выше, чем в среднем по Румынии, но все же значительно меньше, чем в других европейских столицах. И это радует, ведь от обилия красивых мест, в которые хочется заглянуть в Бухаресте, просто кружится голова. И судя по моей презентации, денек нам предстоит крайне насыщенный. Поэтому предлагаю начать исследование города с приятной и расслабляющей локации, чтобы хорошенько отдохнуть после долгой дороги и набраться сил для увлекательного путешествия по городу. Хмм, где же в Бухаресте можно хорошо релакснуть, да еще в компании детей? Кажется, я знаю одно интересное местечко. И это место – самый большой термальный комплекс, причем не только в Румынии, а и во всей Европе. Добро пожаловать в терм Бухарест! Субтитры добавил DimaTorzok Это настоящий тропический рай в центре современного мегаполиса. Здесь размещены десятки разных бассейнов, джакузи, сауны, соляные комнаты, рестораны, городской пляж, разнообразные горки и вдобавок вся эта красота просто утопает в густой зелени. Одних пальм тут только 500 штук, а всего растений более 800 тысяч. Причем прелесть терм в том, что их интересно посещать в любое время года. Летом под пальмами можно спасаться от жары на местном пляже, ну а зимой прятаться от непогоды внутри крытого тропического комплекса. Очень приятно поплавать в бассейне, пропустить парочку коктейлей, ну а вечером полюбоваться на звездное небо сквозь прозрачный купол пальмовой зоны. А еще мне очень понравились внешние бассейны. Из основного комплекса можно выбраться наружу, чтобы поплавать там под открытым небом. Очень круто лежать в теплой прозрачной водичке в тот момент, когда погодой вдруг правит зима и на голову спускаются маленькие холодные снежинки. В общем, термы это очень крутое и красивое место. Здесь легко можно провести целый день, но так как видео в этот раз у нас не про пляжики, то упустим детальный рассказ про комплекс и вернемся к осмотру города. Если же вам интересно узнать больше именно про термы, то обязательно подпишитесь на мой канал. Я все детальнее расскажу про это местечко, но уже в следующем видео, которое выйдет чуточку позже. Ну а мы пока переместимся в центр Бухареста, где припрятаны все самые вкусненькие достопримечательности города. Румынский Атениум. Не просто концертный зал, это визитная карточка Бухареста. Высокий купол и изящные колонны в стиле греческих храмов делают здание украшением столицы и одной из самых узнаваемых достопримечательностей. Перед нами элегантное здание в неоклассическом стиле, построено в конце 19 века. Ну, греческий храм, как минимум. Именно такие ассоциации возникают при виде Атениума. А купол точно как византийских храмах с обилием декоративных элементов. Сейчас это главная концертная площадка Бухарестского оркестра филармонии, поэтому попасть внутрь можно либо купив билет на вечерний концерт, либо днем в качестве экскурсионного посещения. Перед зданием разбит небольшой сквер с памятником, а сразу за ним начинается самая знаменитая площадь в Румынии – Площадь Революции. Правда, ранее площадь носила иное название – Дворцовая площадь, поскольку в ее пределах находился бывший Королевский дворец, а ныне Национальный музей изобразительного искусства Румынии. А сразу напротив дворца находится еще одно изящное строение. Перед нами здание у Миннескетской библиотеки, построенное в конце XIX века, а перед Пахтаном мы видим конную статую короля I – первого короля Румынии, который наблюдал за строительством библиотеки и сходом своего дворца. Для посетившего площадь туриста она покажется обыкновенной и ничем не запоминающейся. Старинные здания здесь соседствуют с детищами современной архитектуры, а сама площадь Революции расположена далеко от исторического центра города. Дворцовая площадь Бухареста стала свидетельницей трагических и знаменательных событий, повлиявших на историю современной Румынии. Но давайте пока отложим этот разговор. Скажу лишь то, что в память о революции площадь получила не только название, но и вот этот вот оригинальный обелиск. Мемориал символизирует свободу румын, пробившуюся через колючую проволоку коммунистической диктатуры. Что еще посмотреть на площади? Интерес вызывает старинная церковь Крицулеску – галерея европейского искусства с очень красивым флагом на фасаде, но и это уникальное здание – союз румынских архитекторов. Но я про него, пожалуй, тоже расскажу чуточку позже. А вот в церковь можно и заглянуть. Она считается одной из самых уникальных и старейших церквей столицы и была построена аж в 1722 году по распоряжению канцлера Крицулеску. Помимо своей культурной деятельности, Крицулеску запомнился горожанами еще тем, что именно его семья приложила руку к тому, чтобы Бухарест стал столицей Румынии. Поэтому эта ничем не выдающаяся на первый взгляд церковь очень важна для местных жителей. Ее любят все православные христиане города и по особым праздникам всегда навещают. Стоит отметить, что церковь имеет нетривиальный внешний вид. На фоне строгих кирпичных стен изящно выделяются вытянутые арки. Еще на площади находятся целых две огромные парковки и я никак не могу занести это в плюсы Бухареста. Машин столицы очень много и паркуются они, как правило, как попало. Но вот если в Болгарии обилие эвакуаторов меня раздражало, то здесь их явно не хватает. Кстати, про парковки в Бухаресте. Платных парковок очень много, а вот терминалов для оплаты не очень. И чтобы не искать приключения с парковкой, как в Софии, я заранее нашла приложение для оплаты. Мне оно показалось крайне удобным решением. Делюсь и с вами. Приложение называется Amparkard и использовать его можно без привязки к мобильному оператору страны. Достаточно ввести в аккаунт данные авто и привязать карту. Дополнительный бонус в таком способе оплаты это история оплат. Если вы вдруг загуляетесь и забудете, где именно оставили авто, то в истории приложения можно посмотреть под стоянки, а затем найти ее на карте. Удобненько. Ну а с площади революции мы переместимся на университетскую площадь. Субтитры создавал DimaTorzok Она названа так благодаря расположенному здесь Бухарестскому университету. Ее окружают здание Национального театра, госпиталя Калтея, дворец Суту, в котором сейчас размещается музей истории Бухареста и здание вышеупомянутого университета. Под площадью находится станция метро, а также подземный переход с кафе и магазинами. Громадных парковок на площади, хвала всем богам, нет. Вместо машин свободное пространство здесь занимают студенты, парочку статуи, ну и несколько недорогих кафе. Площадь часто становится центром молодежных тусовок, собраний, ну или митингов. Университетская площадь не только центральная площадь города, но и важный символ для жителей Бухареста, поскольку именно тут началась и триумфально закончилась Румынская революция 89-го года, которая положила конец диктаторскому режиму Чаушеску. Так, похоже, как бы я ни уклонялась, но видно от рассказа про революцию 89-го года мне не отвертеться. Уж слишком много всего в Бухаресте напоминает о тех событиях. В 80-х Румыния была коммунистической страной, которой правил уже третий десяток лет пожилой диктатор Николай Чаушеску. Как показывает практика наших соседей, если сидеть на троне более 20 лет, связь с реальностью окончательно теряется, и диктатор попросту съезжает с катушек. Что-то подобное как раз и произошло с Чаушеску. За время своего царствования диктатор загнал страну в голодную нищету, ему постоянно в голову приходили какие-то безумные идеи, но в начале 80-х годов он превзошел самого себя и решил выплатить международным партнерам все валютные кредиты государству в рекордно короткий срок. Чтобы реализовать задуманная страна стала истерически продавать все свои ресурсы, включая даже базовые продукты питания, которые резко начали исчезать с полок магазинов. В Румынии начался трагический период жесткой экономии. Вот просто для примера приведу несколько фактов из того периода. В стране остался всего один телеканал, который работал лишь пару часов в день. Но этого в целом было достаточно, так как электричество все равно подавали в дома нерегулярно и с жесткими лимитами на потребление. Бензина, одежды и даже продуктов питания не хватало, их продавали людям лишь по талонам. Ну а сам диктатор и его семья в то же время жили на широкую ногу в особняке с золотыми ваннами. Причем запредельная роскошь распространялась не только на семью вождя, но и даже на его собаку, которой Чаушеску и вовсе присвоил армейское звание полковника. Пес жил в отдельном доме и каждый вечер его с полицейским кортеджем возили к хозяину. В то время, пока народ голодал, Чаушеску кормил своего любимца элитным кормом, который закупался в лондонском магазине, а затем дипломатической почтой доставлялся в Бухарест. В общем, диктаторское безумие в те годы просто зашкаливало и в 1989 году вылилось в революцию. Правда, не без помощи бывших соратников по коммунистической партии, которым Чаушеску успел насолить за годы царствования. Диктатор закончил свой путь бесславно, сбежав из столицы на вертолете, но добраться до границы у него не вышло. Армия перешла на сторону протестующих, в результате чего Чаушеску с женой были схвачены и расстреляны своими же недавними соратниками после небольшого показательного суда. Во время направления и побега Чаушеску во всех своих бесчинствах опирался на тайную полицию в секуритате. Это такой себе аналог КГБ местного разлива. Помните то странное здание на площади революции? Так как раз именно там и находилась их штаб-квартира. В ходе уличных боев здание очень сильно пострадало, люди от злости буквально разнесли его по кирпичикам. Ну а после революции правительство долго не могло придумать, что же с ним сделать. Ну а затем отдало здание на откуп союзу архитекторов, которые и придали ему такой экстравагантный вид. Теперь здание стало символом перемен. Оно как бы демонстрирует ту грань, где старая коммунистическая Румыния изменилась и начала свой новый демократический путь. Так, что-то я опять увлеклась в историю. Давайте поменяем тему и переместимся в самый шумный и веселый уголок Бухареста. Мы отправляемся в район Лепскань, любимое место гостей города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Район получил свое название в честь одноименной пешеходной улицы. Впервые о здешних местах заговорили еще в 14 веке. Тогда тут стоял дворец Влада Цепыша, того самого пресловутого Дракулы. Позднее, в 17 веке, здесь активно стали селиться купцы из Лейпцига, откуда и пошло название. Сейчас улица Лепскань сама по себе стала достопримечательностью Бухареста. Благодаря смешению разных архитектурных стилей выглядит она весьма интересно. На ней располагаются художественные галереи, бутики, ювелирные и сувенирные магазины, клубы и множество-множество кафе. По вечерам весь район сияет разноцветными огнями, а толпы зазывал, наперебои расхваливают свои заведения. Ну а летом улица превращается в один сплошной праздник. Все танцуют, веселятся и рекой распивают вкусный алкогрепкий чай. Для молодежи это, пожалуй, самое заманчивое место в городе, ведь тут кипит ночная жизнь Бухареста и она крайне увлекательна. Румыны не славятся пуританскими взглядами, а потому для любителей ночных развлечений в Бухаресте найдется много чего интересного. Казино, вечеринки, бары и молодежные клубы. Есть тут и свой национальный колорит. Например, клуб Эль Диктатор, где каждый зал посвящен одному из диктаторов. Говорят, и для бункерного деда уже комнатку приготовили. Или, например, ресторан Ай Дракула с явным вампирским уклоном. Крови тут не нальют, но вкусненькие коктейли запросто. В общем, в Липскане каждый легко найдет что-то на свой вкус. Меня, например, больше всего зацепил старинный ресторан Карука Бере. И это самое крутое и популярное заведение в городе. Поэтому, если хотите сюда попасть, бронируйте столик сильно заранее. Субтитры делал DimaTorzok Ресторан с более чем 140-летней историей. Карука Бере всегда был и остается символом Бухареста. Изначально в этом месте был открыт небольшой пивоваренный завод под названием Ла Карул Кубере у пивного вагона. Откуда произошло название, догадаться несложно, так как в те времена пиво доставлялось из пивоварни конными повозками. Тогда это было совсем иное заведение и особыми изысками оно явно не блистало. Бухарест для обслуживания в гостиничной ресторанной сфере не всегда было хорошим. Например, ресторан Карл Кубере, который у нас радует Ставра Калиоса. Ранее этот ресторан был знаменит своим отвратительным сервисом. Однако люди сквозь года продолжали приходить к это место из-за великолепных интерьеров, танцевальной площадки и отличного домашнего пива. Интерьеры, танцы и пиво с тех пор, к счастью, не взглянули. А вот сервисы он в своих детях значительно улучшился. И снаружи даже есть вывесы на выходе в гостинице. Возможно, лучший ресторан в гостинице. Что ж, побывав здесь, я готова подписаться под этим высказыванием. Ресторан действительно потрясающий. Старинный интерьер в румынском стиле, вкусное свежесваренное пиво и просто волшебная атмосфера. По вечерам в ресторане происходит настоящее шоу. Причем каждый раз с изюминкой. Иногда это девушки в национальных костюмах, которые весело затаскивают всех гостей в хоровод, а иногда вдруг все вокруг замирают и в танец пускаются официанты и даже повара. Ну и конечно же, здесь просто потрясающая кухня. Во время посещения ресторана я была не сильно голодна, а потому просто попросил официанта принести мне что-то национальное и вкусненькое. Должна признать, что была сильно удивлена, когда спустя 20 минут официант появился вновь со здоровенным подносом вкусняшек в руках. Это фирменное блюдо ресторана, которое так и называется. Привет от пивной тележки. По факту это сочная свиная рулька с оленями и гарниром из кукурузной каши мамалыга. Блюдо – настоящее произведение искусства и является визитной карточкой заведения уже полторы сотни лет. Оно представляет собой сочетание нежной и сочной свинины с изысканными пряностями, которые буквально тают во рту. Приготовление начинается с тщательного подбора качественной свиной рульки, которая затем медленно обжаривается до золотистого цвета, образуя на поверхности аппетитную корочку. Ароматные специи и хорошо подобранный гарнир добавляют неповторимый вкус этому блюду. Сочетание сладкого соуса с оленей и пряного аромата создает буквально взрыв вкусовых ощущений. А еще мне понравилось его оформление и подача. Сверху на рульку установили флаг, на котором было написано «Для столика с шикарным видом». Ну, все логично, вип-гости предоставили лучший столик. И попрошу заметить в час пик. Подфартило, конечно, знатно. Плюс к блюду прилагалась специальная карточка, на которой значилось пожелание и памятка, что я – 189058 гость, который заказал фирменное блюдо за все время существования ресторана. Вроде бы мелочь, но почему-то после такой памятки уплетала я мяско с двойным удовольствием. После того, как блюдо переместилось с подноса в желудок, я умоляла Всевышнего, чтобы следующая достопримечательность ждала меня где-то неподалеку. И, похоже, там наверху меня услышали. Вот мы и пришли. Протопав аж 10 метров, я наткнулась на небольшую, но очень аккуратную церквушку. Знакомьтесь, Ставропольская церковь – один из самых старых и самых интересных религиозных объектов Бухареста. В 1724 году греческий монах в самом центре Бухареста на собранное пожертвование построил церковь и маленький женский монастырь на несколько келий. И чтобы было, на что его содержать, рядышком пристроил постоялый двор. Ныне это Ставропольская церковь и женский монастырь. Она очень маленькая, нарядная, словно игрушечная. От церкви веет сказками и древней Византией. Фасад обрамляет изящная галерея с рядом узких каменных колонн с цветочным орнаментом и изображениями святых по верхнему ряду. Внутри церкви найдется красивая роспись и старинные иконы. Но больше всего внимания туристов привлекает маленький уютный дворик позади храма, который изобилиет древними артефактами и просто утопает в зелени. Вы можете насладиться красотой и прохладой, прогуливаясь по открытой трехсторонней галереи или отдыхая на скамейках дворика. В южных монастырях такие галереи были обычным явлением, чтобы монахи могли насладиться в тени и переводить дух в жаркие дни. Сейчас же каждый может насладиться атмосферой уюта и покоя в этой церкви. Она является настоящим оазисом тишины и спокойствия на фоне бурной светской жизни квартала Липскань. Ну а самым красивым строением в старом городе, а может быть и во всей Румынии, пожалуй, является это здание. И угадайте, что находится внутри? Нет, это не храм и не царский дворец. Перед вами здание банка СЭС. Штаб-квартира Банка представляет собой величественный неоклассический особняк с большим центральным куполом, малыми боковыми куполами и монументальными колоннами. Сооружение было возведено в 1885 году в качестве штаб-квартиры для старейшего банка Румынии. После 106 лет службы было решено продать здание городского муниципалитета Бухареста, так как оно больше не подходило для предоставления банковских услуг в современном их понимании. Несмотря на продажу, банк продолжает арендовать здание в качестве штаб-квартиры и офисов. А еще здесь есть небольшой музей, в котором сохранились древние купюры и монеты. Если же вы не фанат старинной архитектуры, то порекомендую вам заглянуть в современную жемчужину района Липскань. И на этот раз это не ресторан и не банк, а кое-что по-настоящему волшебное. На длинной оживленной улице, в окружении кафе, пабов, уютных ресторанчиков и дорогих бутиков одежды модных лейбов находится, наверное, самый сказочный в мире книжный магазин «Картурэшти Карусель» или «Карусель Света». Я еще никогда не посещала такого красивого книжного магазина. Там можно ходить по этажам часами и рассматривать все вокруг. Красивые большие окна, белоснежно-винтовые лестницы, колонны, балкончики. Все такое изящное и белоснежное. Магазин просто залит ярким светом, и в том, насколько изящно организована подсветка залов, как раз и состоит его фишка. На верхних этажах магазина расположены столики для чтения. Тут вы можете ознакомиться с книгами перед принятием решения о покупке. И даже если вы не любите чтения, то сюда стоит прийти хотя бы, чтобы сделать красивые фотографии. Или же просто посидеть в кафе на последнем этаже. Сверху открывается прекрасный вид на внутреннее убранство карусели. А еще здесь продают сувениры. Поэтому, если вы планируете купить какую-то мелочь на память о Бухаресте, то лучшего места просто не найти. Здесь можно купить сувениры на любой вкус. Продаются магнитики, открытки, блокноты, книжки с цитатами, посуда, свечи, брелочки, канцелярия и много-много чего другого. Место просто обязательно для посещения. Тем более, что оно находится в самом сердце старого города. Рядом с магазином есть еще одна инстаграмная достопримечательность. Правда, она на меня произвела куда меньшее впечатление. Если свернуть переулок недалеко от магазина, то вы попадете в пассаж Мака Велокросс. Фактически, это небольшая изящная крытая улица, построенная по образцу западноевропейских городов в стиле модерн. Ее особенностью является подковообразная форма. От главного входа пассаж раздваивается и превращается в два небольших переулка. Внутри есть в магазинчике одежды и украшений, а еще несконченное множество кафешек и ресторанчиков. Столики стоят почти вплотную друг к другу, так что проход по пассажу довольно узкий. Наверняка здесь красиво в солнечный день, когда лучи яркого солнца освещают улицу сквозь желтое стекло крыши. А вот зимой, с учетом теплой одежды, пробираться через толпу в узкой улочке не так интересно. В общем, не могу сказать, что я осталась от пассажа в восторге. Слишком тесно и слишком сильно накурено кальяном. При этом толпы туристов и крытая крыша аж никак не располагают к долгому нахождению, так и хочется сбежать и выбраться наружу, чтобы подышать свежим воздухом. Благо, сделать это в Бухаресте не составит труда, так как город славится на всю Европу размерами своей зеленой зоны. Вот парк. И это парк. И вот это парк. И вон там, вот видите, это тоже парк. В общем, все считать я точно не буду, но их здесь очень-очень много. А если точнее, то более 40. А еще, кстати, есть роскошный ботанический сад, в котором даже снимали сцены для нашумевшего сериала Wednesday. Со всей ответственностью заявляю, что зеленой красоты в Бухаресте действительно очень много. Поэтому, если вы посещаете столицу Румынии в теплое время года, то прогуляться с детьми по паркам вам точно придется. Тут найдется множество озер, кафешек, аттракционов и статуй. Вот даже монумент Тарасу Григорьевичу Шевченко имеется. Самый популярный парк в Бухаресте Херестрео или же парк короля Михая 1. В парке имеется озеро, музей деревни и даже небольшой дворец. А еще тут есть памятник королю, правда не обычному, а королю поп-музыки. В свое время Майкл Джексон давал концерт в городе. Выйдя к толпе фанатов по прибытию, он закричал «Привет, Будапешт!». Но все были так довольны, что он вообще приехал в Румынию, дело-то было в далеком 90-м, что простили ему эту бестактную оговорку. А мы тут понимаете ли в начале видео с футбольных фанатов умилялись. Вот посмотрите, даже короли эти города путали. Если пройти по парку через аллею Майкла Джексона, то тропа приведет к нас большой дорожной развязки, посередине которой установлена триумфальная арка. И нет, вам не показалось. Это точная копия той, что установлена в столице Франции. Но вот с этого ракурса Бухарест уже больше напоминает маленький Париж. Внутри арки находится лестница, по которой можно подняться наверх и осмотреть панораму города. Правда, открыта она по выходным дням и только в теплое время года. И то не всегда, как показывает практика. Триумфальная арка. Мемориальное сооружение, история которого начинается в эпоху Римской империи. Такие арки возводились ко входу в город военачальников, одержавших победу в битве. Но эту возвели по несколько иной причине. Арка стала символом великого королевства Румынии. Помните, я в прошлом видео рассказывала про коронацию Фердинанда и Марии в городе Алба-Юлия. Сразу после коронации они прибыли в Бухарест, где королевская чета в сопровождении представителей знати и дипломатии из других стран торжественно прошлись под аркой, как символ начала новой эпохи в истории страны. Правда, из-за спешки с коронацией в те годы арку соорудили из дерева, но впоследствии она была перестроена в камни. В 2022 году сооружение отпразднуло свой 100-летний юбилей и до сих пор является гордостью всей страны. Видите, вон то огромное здание вдали. Этот бетонный монстр – дом свободной прессы, наследие социалистической эпохи. Его высота 104 метра, а объем свыше 700 тысяч метров кубических. Здание воздвигалось, как самое крупное в стране, и так продолжалось до тех пор, пока к власти не пришел наш знакомый диктатор. В 80-х Чеушеско не просто решил утереть нос Западу, вернув все кредиты. Он еще решил воздвигнуть самое большое здание на планете в качестве символа мощности коммунистической Румынии. Здание парламента попало в Книгу рекордов Гиннесса дважды. Во-первых, это самое тяжелое сооружение на планете с весом 4100 тонн. Оно настолько громоздкое, что под собственной тяжестью ежегодно погружается на несколько сантиметров под землю. Ну а во-вторых, это второе по размерам административное здание в мире, уступая габаритами лишь Пентагону. Правда, сами румыны это утверждение спаривают. Все дело в том, что здание до сих пор не достроено. Его надземная часть имеет высоту 86 метров, а вот подземная еще больше, 92. Да-да, вглубь этот монстр еще больше, чем в высоту. Так вот, подземные уровни так и не были достроены. Здесь предполагались ядерные бункеры, тайные хранилища и много чего еще интересного. Мол, если бы их все достроили, то парламент бы утер нос Пентагону. Ну а пока лишь почетное второе место. Кстати, это чудо, что здание вообще не снесли. После революции 89 года оно долго простояло заброшенным. Позднее его хотели разобрать, так как дворец олицетворял безумие свергнутого диктатора. Строение достояло до наших дней исключительно из прагматичных соображений. Оказалось, что достроить этого монстра, было дешевле, чем снести. Во дворце парламента 1100 комнат, 12 этажей, 4 подземных уровня достроены и уже используются. И еще 4 уровня находятся на разных стадиях завершения. Чаушеску планировал перевести в здание весь госаппарат. По задумке, такой подход должен был ускорить и улучшить работу государственной бюрократической машины. Такое себе огромное утопическое единое окно. Сейчас же помещения по большей степени простаивают. Здесь находится резиденция румынского парламента, филиалы нескольких университетов, конституционный суд, музей современного искусства, рестораны и библиотеки. Внутрь можно попасть, заказав экскурсию. Но в целом посещение выйдет на любителя. Нет, конечно, выглядит там все очень эпично. Декантомания и рекорды буквально во всем. Ну вот, возьмем, к примеру, обычные лестницы. Они здесь непростые. Высота ступеней 14-16 см. И сделаны они специально по росту Николая и Елены Чаушеску, чтобы они не уставали при ходьбе по лестнице. В общем, здание интересное, но немного мрачное. Слишком много времени я бы на него не выделяла. Ну а в следующую нашу локацию попасть не так уж и просто. И эта локация... Ой, я же совсем забыла. Я же обещала рассказать вам, как лишилась дрона. Но произошло это не тут, как вы могли себе подумать. И даже не тут. Сюрприз ожидал меня в тот момент, когда я снимала для вас тот самый дворец парламента. В общем, дело было так. В процессе полета ко мне подошли двое полицейских и сообщили, что здесь летать нельзя. Я извинилась, посадила дрон, спаковала и уже собиралась уходить. Но не тут-то было. Дальше началось шоу. Полицейские передали по рации коллегам, что поймали злостную нарушительницу и к ним быстро прибыло подкрепление. 7 полицейских машин, три автозака. На меня одну, кстати. Какие-то секретные службы, следователи, охранники. Кого там только не было. Я просто хлопала глазами и офигевала от масштаба всего происходящего. Нет, ну бывало, конечно, что в Европе охрана делала замечание из-за дрона. И я садила птичку и на этом как бы все заканчивалось. А тут какой-то трэш. В общем, птичку у меня отобрали, а меня запаковали и увезли в участок. Знакомьтесь, полицейский участок номер 17. Именно сюда вас привезут, если вы решите поснимать на дрон центр Бухареста. В участке меня продержали 7 часов. У меня забирали телефон, обыскивали машину. Я давала кучу показаний и заполняла все возможные бланки. И это все в мой первый же день пребывания в Румынии. Первое впечатление вышло, конечно, так себе. Все бы было мило, если бы не было так печально. В Румынии очень специфическое законодательство про полеты. И здесь нет какой-то отдельной статьи про дроны. Наказание за полеты построены на базе Воздушного кодекса Румынии, который предполагает санкции за неправильное использование любого воздушного судна. И вот, по сути, все равно. То ли огромный Боинг, то ли маленький потребительский дрон. Статья за нарушение правил полетов будет одинаковая, и сроки там дай боже. В моих действиях полицейские вменяли нарушение трех статей кодекса, процедура по которым предполагала передача уголовного дела прокуратуре и санкцию в виде лишения свободы сроком до трех лет. И это еще не считая более серьезных подозрений в терроризме. А там уже и на полжизни присесть можно. Вот как-то так мрачненько я полетала. Ну а дополнительным потрясением стало то, что вместе с дроном у меня отобрали все карточки со всем отснятым в поездке материалом. И на ближайшие полгода я вовсе потеряла надежду, что когда-нибудь смогу смонтировать вот это видео. Итак, что же я сделал не так, и как же правильно летать в Румынии на дроне? Начнем мастер-класс. Если вам, кстати, полеты не интересны, то можете просто перескочить главу. В описании к видео есть тайм-коды. В ЕС общее и вполне адекватное законодательство про полеты на дроне. И обычно таких проблем, как у меня в Бухаресте не происходит. Просто я, похоже, сорвала джекпот. Для полетов нужно сдать онлайн-экзамен, получить регистрацию пилота и можно летать. Главное, не залетать в бесполетные зоны. И вот тут как раз-таки собака и зарыта. Есть универсальные запретные зоны по примеру аэропортов. Тут все понятно. А есть индивидуальные зоны, которые каждый член ЕС устанавливает самостоятельно. Так вот, в Румынии этим правом сильно злоупотребляют. Ну вот, посмотрите, к примеру, карту бесполетных зон Болгарии. Над столицей, к примеру, их вообще нет. И это, прошу заметить, несмотря на близость аэропорта. А вот так выглядят бесполетные зоны Румынии. Над любым городом вы легко можете заметить сразу штук 5 запретных зон, пересекающих друг друга. И зоны устанавливаются не скромные, а радиусом в десятки километров. По сути, в любом уголке Румынии найдется какая-то бесполетная зона, даже далеко за пределами населенных пунктов. И для полета там вам нужно получить согласование с каждой организацией, которая установила эту зону. Я ради эксперимента написала в несколько подобных организаций. Из четырех мне ответила только одна. И то, с третьей моей попытки. Но как, в принципе, человек должен узнать о том, что зона существует? Для этого в Румынии создан отдельный сайт. Только есть одна проблемка. По сути, он не работает. Чисто теоретически, как-то работает, но по факту настроен настолько криво, что большинство провайдеров и мобильных операторов на планете не открывается, включая интернет-провайдеров Бухареста. И даже если вы подберете подходящий VPN и сможете его открыть, то чаще всего он вам покажет, что бесполетных зон просто нет. На сайте позже даже сделали пометку, что если вы не видите зоны, то перезагрузите пару раз страничку. Авось поможет. Я об этом не знала и, не найдя запретной зоны возле парламента, уверенно подняла дрон воздух. Ну, а дальше вы уже знаете. Получается так, что легально летать в Румынии крайне затруднительно. Большинство пилотов спасает лишь тот факт, что их не заметили. И со мной бы все прошло так же, если бы я стояла в отдалении от парламента, а не как предписывает закон, строго под ним в зоне прямой видимости. Но если же вы хотите сделать все по правилам, то рекомендую поступить следующим образом. Забейте на глючнутую карту зон и за неделю до взлета подайте на сайте Аэрофото заявку на полет. Это сайт подразделения Министерства безопасности Румынии, который отвечает за полеты. Большинство бесполетных зон в стране устанавливают именно они. В общем, если добьетесь от Министерства разрешения, то можете летать спокойно. Будет что показать подошедшим полицейским. Моя попытка номер три. Спустя полгода разбирательств и куча экспертиз и нескольких попыток, мое дело таки было закрыто. А дрон вернулся к законной хозяйке. За что, конечно, отдельное спасибо ребятам из 17 отдела полиции Бухареста. И раз вы смотрите это видео, значит вместе с дроном мне вернулись карточки с отснятым материалом. Поэтому теперь вы можете любоваться Бухарестом как утопающим в зелени, так и присыпанным белоснежным покрывалом. Ну а я могу вернуться к парламенту уже с улыбкой. Ну что, сегодня мы снова возле дворца парламента. Мы уже со своим любимым дроном, но летать особо не хочется. Во-первых, полицейский участок здесь недалеко. А во-вторых, предыдущие кадры, которые у нас, я надеюсь, остались, будут более яркими, потому что в тот период было больше зелени. От парламента начинается широкий и красивый бульвар, и у него есть одна особенность. По центру бульвара размещена целая вереница фонтанов. Их здесь аж 44 штуки по количеству уездов в Румынии. Ночью они красиво подсвечены и круто дополняют облик проспекта, который спроектировали так, чтобы он напоминал знаменитые Едисельские поля. Но фонтаны здесь не совсем обычные. Помимо красивой подсветки, они могут похвастаться еще одной изюминкой. Но чтобы увидеть ее, вам стоит прийти на проспект вечером. Несколько раз в день гости столицы могут застать красивенное музыкальное шоу, которое начинается синхронным танцем от здания парламента и до площади Унири, где размещена основная фонтанная композиция. Шоу, кстати, очень красивое. Правда, мне его застать как раз и не удалось. Пока гости столицы любовались вечерними фонтанами, я сидела в отделении полиции и болтала со стражами порядка. Ребята оказались гостеприимными и в процессе беседы они мне показали один тревел-канал блогера с Киева, с автором которого недавно тоже проводили беседу у парламента. Вернувшись домой, я связалась с парнем и, с его позволения, теперь у меня тоже появились трофейные кадры музыкального шоу, которыми я спешу поделиться с вами. Кстати, у Димы есть крутой обзор Бухареста на украинском языке, так что если вы еще не смотрели, то рекомендую глянуть. Ссылка в описании. Фонтаны являются одной из визитных карточек Бухареста и они также, как и сам парламент, внесены в Книгу рекордов Гиннеса, ведь это самый длинный синхронный фонтан в мире, его протяженность составляет почти два километра. Но не только Книга рекордов объединяет фонтаны и дворец парламента. Оба эти объекта появились в результате безумной перепланировки города с сумасшедшим диктатором Чаушеско. Помните, в начале видео я рассказывала вам, что Бухарест еще называют маленьким Парижем? Ну и как вам город? Сильно смахивает на столицу Франции? Как по мне, то совсем не похож. Все дело в том, что того маленького Парижа больше нет. Город пережил две мировые войны, множество бомбардировок и даже природный катаклизм. Если в 2023 землетрясение содрогнуло западную часть Румынии, то в 1977 году эпицентр припадал как раз на эту часть страны. Бухарест – самая сейсмически нестабильная столица Европы, и в 1977 город почувствовал это на себе. В результате землетрясения город тогда был сильно поврежден, и Чаушеско решил этим воспользоваться. Вместо того, чтобы реставрировать исторический центр, он полностью снес его, включая тысячи домов и 26 церквей. И все это ради массивной урбанистической перепланировки. Причем сносили не только поврежденные дома, но и все те, которые мешали глобальным задумам диктатора. Сами жители столицы с горькой иронией называли то, что сделали с их городом – Чаушимой. Чаушеско плюс Хиросима. Всего за пять-семь лет в Бухаресте практически полностью очистили от старой застройки огромный исторический район площадью около 380 гектар. Правда, несколько церквей, которые подлежали сносу, все же удалось спасти благодаря гению местных инженеров. Обратили внимание, как странно размещены церкви Бухарестия? Местами они просто втиснуты на внутренний дворик посреди многоэтажки. И нет, такое странное размещение не являлось изначальной задумкой. Церкви там не строили, их туда притащили. Чтобы спасти храмы от разрушения, инженеры изобрели креативный метод расчистки территорий – переезд зданий. Строение поднималось в воздух массивными домкратами, а потом по рельсам вместе с фундаментом перетаскивались на новое место. Главный инженер рассказывал, что эта идея пришла ему в голову, когда он сидел в баре, и бармен легкими движениями толкнул полную пивную кружку, не пролив при этом ни капли. Чаушеску настолько понравился метод, что позже при помощи него стали перетягивать целые многоэтажки. Потренировавшись на церквях, инженеры настолько набили руку, что последние пятиэтажки переезжали на новое место без выхода жителей. Причем во время всего процесса в доме продолжал работать и газ, и канализация, которые временно подключались гибкими шлангами. Так что, если бы не маниакальные наклоны чаушеску, то, пожалуй, Бухарест бы сейчас выглядел совершенно иначе. Ну что ж, похоже, наша прогулка по столице Румынии подходит к концу, но на прощание я хочу вам показать еще одну красивую локацию, с которой можно наслаждаться прекрасными панорамами города. Мы отправляемся в ресторан Linear, Closer to the Moon, который известен на весь Бухарест своей шикарной террасой на крыше здания. Нет, тут, конечно, есть и классическое помещение с панорамными стеклами на последнем этаже, но давайте реально, вот кто захочет сидеть в стандартном зале, когда прямо над головой, под звездным небом разместились столики. И не печальтесь, если прибыли в ресторан зимой. Даже в холодную погоду вам тут не дадут замерзнуть. Ресторан может похвастаться неплохим сервисом, вкуснющими коктейлями и красивенными десертами с потрясающей подачей. Разнообразие меню тут, конечно, попроще. Все же это скорее больше бар, но голодными точно вы не останетесь. Все блюда, что мы попробовали, были очень вкусные, а потому рекомендую и вам сюда наведаться. Так, кажется, мой обзор города уже порядком затянулся, а потому итоги буду подводить кратко. Бухарест красивый, интересный, но не очень компактный город. Если собрались сюда в путешествие, то однозначно выделите на прогулки хотя бы парочку дней. Локаций здесь очень много и за один день вы вряд ли сможете посетить их все. Но если же вы в Бухаресте проездом и ограничены во времени, то я рискну посоветовать вам топ-10 самых прикольных локаций, в которые вам ну вот точно нужно заглянуть. Пока, увидимся в термах!